Тёма работает пожарником МЧС. Я ведёл, занимался на питанах, на тенте. Искусственный телег выбрал 99 спортсменов из разных видов спорта. Придумал различные состязания, чтобы выяснить, кто самый универсальный. Уже 17 лет общий стаж у меня. Был один раз, когда дыхательный аппарат перестал работать прямо в дыму. Один победитель 10 миллионов приз. Пожарная зарплата, ну не знаю, там одна шестая моего дохода. Комнату протушивал и только собирался войти, перед мной потолок упал. У меня даже есть медаль за отвагу на пожаре. Мне ещё страховку 300 тысяч заплатили. Отсутствие личной жизни. Единственное в обочине. Всем привет. Сегодня тренировка груди. А тренируя грудь с абсолютным чемпионом России в классическом бодибилдинге. Четырехкратным чемпионом России. Трехрядным абсолютным чемпионом Питера Артёмом Ясницким. Тёма, привет. Здорово. Также Тёма работает в пожарке УЧС, но об этом поподробнее. Так, тренируем грудь. Давай. Тренируем грудь сегодня по методике, точнее не методике, по плану Артёма. Поэтому Тёма, давай. Я на самом деле до этого сейчас тренировал тоже, как ты. Делал предварительное утомление, потому что плечо болело. Но последняя тренировка уже плечо нормальное. И по идее можно попробовать пожать там что-нибудь потяже. Сразу начинать жимок. Да, начать, я думаю, с гантелей. Ну всё, погнали тогда. Так, Тёма, расскажи, у тебя тренировка груди, она строится по принципу больше базовых движений, или изоляции, или тренажёры? Я стараюсь чередовать, я делаю базовые упражнения между ними изоляцию. То есть базовые жимовые различные. Ну и выбираю, скорее всего, рандомно, какое будет первое упражнение. Типа, либо это на центре груди, либо наверх груди. Потом следующая какая-нибудь изоляция сведения, либо в тренажёрах, либо в кроссовере. И потом следующее жимовое уже отличительное от первого. То есть если наверх жал, то следующее будет уже... Ну и вот типа такого. Потом там в конце может быть какой-нибудь суперсет, типа там жима с разводкой. Либо просто разводка, если там уже чувствуешь, что устал. А были у тебя такие вообще тренировки, где ты, допустим, чисто изоляцию делаешь, чисто базу? Или вот ты просто варьируешь, стараешься? Ну, бывает чисто изоляция, но это когда, если есть какие-то травмы, и я прям чувствую, что мне жать больно. Тогда я ищу. И то даже тогда я пробую под разными углами пожать там в разных тренажёрах. И, скорее всего, обычно находится какое-нибудь единственное упражнение, в котором не больно. Я его много подходов просто делаю. Ну что, раз на 8 получится? Давай-давай, вместе сделаем точно. 7, 5, 6, давай. 7, up. 7, 5, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Так, Тёма вообще у нас всё успевает, и тренер работать, и к соревнованиям готовиться, и пожарником быть. И я видел, ты снимался на Титанах, на ТНТ. Расскажи пару дней. Я бы, блин, не вписался, если бы я был бы там на подготовке на какой-нибудь, а так получилось, что как раз межсезон был, мне написали, предложили, ну и как бы вообще крутое предложение, тем более межсезон, тем более для меня, я такой, в принципе, функциональный, ну и вообще люблю всякие такие зарубы, вот, вписался в эту тему. За два месяца меня предупредили, я даже там чуть-чуть изменил свой тренинг, я сам из лёгкой атлетики, пошёл вот там, побегал в манеж, там подготовил своё хилово сухожилие, потом думал, мало ли, толкать придётся, там оторвётся экран нахрен, потому что сил-то много, а связки не настолько готовы. Хват там чуть-чуть подукрепил, на выносливость там поработал, ну и в принципе, как бы так, подошёл в неплохой форме, тем более даже диету чуть-чуть подержал, поэтому как бы я и сейчас... Можешь на экране быть красивым. Да, 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 и сейчас я, получается, как бы опережаю события по подготовке к сезону, так как я суше, чем обычно должен быть. А, ну ты подготовку начал? Ну да, я типа там уже чуть-чуть. А где ты вообще проходил? В Москве, в Главкино, ну там они купили нам билеты, проживание оплатили, и мы жили в гостинице, и из гостиницы нас автобус возил на съёмки, съёмки были каждый третий день, то есть два дня мы отдыхали, и потом съёмки. После съёмок я ходил такую круговую лёгкую трёхку делал, на следующий день делал какой-нибудь там кардио, и потом снова съёмки. А сколько съёмки занимали по времени? Вообще жёстко там получалось, иногда бывало с 7 утра, ну в 7 утра мы вставали, там где-то с 8, и до 2 часов ночи бывало. Так а вы что там где-то вместе, все спали в одном помещении, ну, где-то находились в одной алкации? Не, мы были в гостинице, там спали, да, и вот с утра нас привозил автобус, и вот в Главкино огромный такой центр, и всё, и мы там тусовались по павильонам, по этим снимаемся, там бывает какой-то небольшой перерыв, чуть-чуть отдохнули, опять снимаемся, сходили там на обед перерыв, на ужин перерыв. Я там с собой брал всякие там яичные белки, протеиновые батонечки, чтобы как-то белок там... А сколько вообще по времени заняло это? Пять недель уроку учили. Ну, так-то немного. А кого ты из тех, с кем ты там был? Кто вообще там был, знаешь, из знаменитостей? Ну, кто тебе там, знаешь, прям вот... Ну, вот Денис Леведев, мы с ним прям вообще скорешились, как раз вот тут была недавно серия про то, как вот наша дружба, так сказать, зародилась, там он жестко проигрывал, я его там хорошенько поддерживал, и он за счет моей поддержки смог выиграть очередное испытание, ну и все, он говорит, братан, это все благодаря тебе, ну и все, и вот он как-то приезжал в Питер на этот, на форум экономический, и набрал меня по видео, говорит, я в ресторане, давай подтягивайся, вот, встретились там. Искусственный телег выбрал 99 спортсменов из разных видов спорта, придумал различные состязания, чтобы выяснить, кто самый универсальный. Так у вас, получается, какой-то один победитель был? Один победитель, 10 миллионов приз. А, нихуя себе. Я знаю, ты готовишься, сколько тебе недель остается до первого старта? 9 недель, по-моему. Какие планы вообще? Ну, вот я на мир хочу, в этот... На мир же? А где он будет проходить? В Иране. В Иране? Да, и поэтому, типа, дружественная страна, поэтому, по идее, все будут, и нам тоже может там быть, и конкуренция, по идее, должна быть нормальной, а не Бишкек какой-нибудь. Ну, я помню, да, эти соревнования, Бишкеки. Ну, в общем, ну, все равно, сначала это Питер и все, да, наверное? А они поставили в календаре так, что мир идет первым, прикинь? А, да, ну нафиг. А как? Еще, причем, настолько жестко, что, типа, я съезжу туда, вернусь, заступлю на одни сутки, и потом через три дня уже регистрация. Через два дня даже. То есть, я потом выступлю на сцене, и на следующий день опять на сутки. Чисто между суток надо выиграть Питер. Ну, короче, давай, раз ты говоришь уже про сутки, вот Тёма работает пожарниками, учаюсь. Вот скажи, насколько сложно вообще замещать в дебилдинг, особенно соревновательный, и вот такую работу? Просто я пожарным работаю уже 17 лет общий стаж у меня, и сейчас, вот если со стороны посмотреть, то я бы, наверное, сказал, что это вообще нереально. Но я просто, ну, привык уже, выстроил там свой как-то быт, режим. Для меня, в принципе, как будто и нормально. Но вот если посмотреть со стороны, та жизнь, в которой я живу, как у меня график этот плавает жестко. Допустим, я на сутки стою рано, на сутках там тоже сон непонятный, там тоже опять стоишь рано, приходишь суток, я сплю там до обеда, и уже иду там тренироваться, тренировать. И потом из-за того, что я поспал до обеда, рано уснуть снова не получается, я ложусь поздно, просыпаюсь поздно, а потом перед сутками снова рано надо просыпаться, ложусь поздно, там в 2 часа и просыпаюсь в 7. У тебя идет постоянная смена биоритма, да? Да, и туда-сюда, короче, уже знаю, да. Ну, это жестко, причем ты еще работаешь, работал тренером, да? Да. Сейчас уже не работаешь, сейчас уже все на онлайне. Чего у тебя сейчас по диете вообще? Блин, у меня с диетой примерно то же самое, что с тренировками, чисто интуитивно, да? Ну, короче, я что, я просто беру и сразу жестко урезаюсь. Примерно на 30% рациона. Ну, ты, короче, падаешь, такой сильный дефицит, да? Ну, да, просто я понимаю, что я, ну, я ем, что хочу, в принципе, но я, в принципе, ем довольно-таки чисто, вот. Ну, допустим, там, знаешь, какие-нибудь там сырники могу поесть, там, не знаю, ну, в ресторане, допустим, не получилось позавтракать, заказал там сырники плюс яичницу, поел, нормально, пофиг. Суть в том, что я понимаю, что я в любом случае в дефиците, там, процентов на 20-30, поэтому что именно я поем уже не так сильно влияет. Ну, и стараюсь, конечно, норма белка есть, там, больше 200 грамм. Ну, ты не ведешь по счету, да? Не, я уже последние лет 5-6 все на глаз. Ну, ближе к концу, когда уже еды становится мало, я уже начинаю, допустим, углеводы есть хлебцами, хлебцы легко посчитать. Ну, а еду, о, эти, белок, я примерно понимаю, там, как выглядит 200-300 грамм готового мяса, поэтому... А, ты не взвешиваешь даже, да? Не взвешиваешь. Да, ты даже это на глаз. А, ты не взвешиваешь. А, ты не взвешиваешь. Расскажи, на твоей работе, меня больше интересует пожарников МЧС. Были какие-то случаи, где ты сам подумал, что в твоей жизни этого что-то угрожает. Был один раз, когда дыхательный аппарат перестал работать прямо в дыму, и то есть, ну, а там нельзя маску снимаешь, если один вдох делаешь и сразу умираешь, потому что либо происходит асфиксия дыхательных путей, либо ты получаешь большую дозу угарного газа, который соединяется с гемоглобином. Гемоглобин перестает переносить кислород, ну, и все, типа, то, что ты загибаешься. Вот. Потом был случай, когда я комнату протушивал и только собирался войти, перед мной потолок упал. Прям вообще, я вот так, блядь, такие эмоции испытал. И недавно случай был. Ногу. Я не знаю, осталось так, видимо, шрам. Зашивали, короче. Прямо, пока ты... Да, да, вот, где-то с бедра он был. А. В этом горела квартира, чувак сполкался на балконе, мы там притушили, и я пошел его, типа, доставать с балкона. А там дверь была захламлена, балконная, плюс там карниз вроде упал. Я, короче, дверь эту дергаю, 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 и из-за высокой температуры еще стекла более ломкие стали. Короче, стекла посыпались, а я в этот момент как раз там небольшую щель сделал. Я, короче, начинаю делать шаг, и большое стекло острым вверх падает на порог. Я, получается, сверху на него, а там еще перепад высоты, ее, короче, до земли даже не дотягиваюсь, просто на этом стекле вот так прокатываюсь. Думаю, все, пизда, ноги, короче. Я еще думаю, так, у меня через три дня ноги тренировать. Такой сгибаю, без из-за ведра сгибается, думаю, ну, блядь, значит, полностью не перерезал. Что-нибудь, ну, подергал, вроде, типа, не чувствуется, что кровь льется, думаю, ладно, нормально. Ну, короче, все, там, мужика этого вывели, ну, еще часа два-три мы там работали. Ну, ходил, чувствовалось, как будто ударился, типа, сильно. Потом вроде вообще прошло, и уже в часть приехали, начал переодеваться, думаю, блядь, там же с ногой что-то было. Смотрю, короче, а там такая гематома надулась. Я думаю, ебать, а чего она надулась? Пальцем начинаю нажимать, и пуф, кровь как хылнула. Ну, и все, реанимацию вызвали, короче, отвезли, зашили. Ну, нормально все там, чисто кожу порезал. Я через пять дней уже бицепседра пошел трерывать. Мне еще страховку 300 тысяч заплатили. Так, ребят, я напоминаю, что под каждым роликом выиграть нашу фирменную одежду. У вас три простых слоя. Подписаться на канал, оставить комментарий, подставить колокольчик. Пишите комментарии и попытайтесь шанс выиграть нашу одежду. Все, всем удачи и продолжаем просмотр. Ну, ты, по сути, обошелся просто порезан, да, у тебя там кровь. Да, да, потому что, ну, по факту, именно только кожу порезал, даже мышцы не выделил. Ну, хотя массажист потом, типа, трогал, он говорит, ну, чуть-чуть рубец чувствуется, там, может быть, фасту чуть-чуть порезал. Ну, по факту, ничего не болело, нога сгибалась нормально. Наклоняешься вперед и растягивается кожа, чувствуется, а так, в принципе, нормально. Тетки там эти, которые зашивали, вообще охренели, такие, ебать, жира вообще нету, говорит, я такого никогда не видела. Они такие мне говорят, вы-то у нас нестандартный клиент, обычно там, знаешь, всякие бомжи там с разбитыми ебальниками. И я тут такой лежу на этой койке с такой жопой и круглой. Нифа, я не почувствую. И что, а сколько у тебя, кстати, углеводов там, ну, намешано на тренировку? Там немного, 25. Я сейчас вижу, что только начал, более-менее качаться, полтора месяца отдыхал. Один раз заезжал в голову в зал, и тот, знаешь, приезжал. Я в какой-то момент уже помнил, что я ЦНС перегрузил, еще не отдыхал давно. Я приходил в зал, я просто не хотел нихуя делать. И я типа, блядь, такой, знаешь. Надо было соскучиться, да? Да, и я прям считал эти подходы, когда они, блядь, закончатся. Тут же и повторение такое начинаешь, уже на шестом, такой, блядь, я уже не хочу, типа, знаешь. Ну, уже нету кайфа даже какого-то, ни от еды, ни кайфал, ни от накачки, ну, еще ничего. Вот. И потом, ну, типа, решил, что все, я полностью отдохнул. Так приходил один-два раза, честно, знаешь, чтобы совсем, блядь, в говно не превратиться. Хотя все равно, там, блядь, пока поднабрал. Вот поэтому я сейчас начал с диеты, поэтому углеводов сумму 25. Ну, типа, я всегда, обычно, тоже подготовка всегда. Во время тренировки, ну, и все-таки на последней стадике-то сокращаю углеводы. Там до 200, тогда только уже начинал убирать, ну, типа, жидкий. Там, конечно, блядь, лучше поесть, блядь. А так, конечно, бывает и до 50, ну, там такое, знаешь, у меня личная реакция всегда. На мелопитину еще пиздец, ну, типа, я не могу его пить. Ну, типа, я не могу, там, ребята, пить его, блядь, вот этой, блядь, кастрюли, блядь. Сдувается по животу? Ну, да, начинает дуть, начинается, блядь, прям, некомфортно такое, знаешь. Ну, потому что он такой же, крахмальный стихник, а циклодекстрин, ну, такой, знаешь, как сахар. Он быстрый, вот, ну, и плюсом тоже всасывается очень легко. Всё? 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 Так ходишь, качаешься, качаешься, смотришь в зеркало, вроде хорошая форма, а потом приходит там Игорь или Далер, и ты такой, блядь, что я вообще делал в зале столько лет? А есть какие-то побочки от такого ритма жизни? Отсутствие личной жизни? Единственная побочка. Да нормально, я на самом деле сплю свои часы, которые нужно высыпать. Сколько ты вот сутки у тебя высыпаешь? Ну часов 9 я по-любому сплю. 9 высыпаешь? Ну нет, они просто могут быть неподряд, в этом нюансе. То есть я могу поспать там, не знаю, 4, потом еще 5 часов, допустим, так. Ну и в принципе, да, ну видимо с годами как-то я переизбежался, привык. Нет, все равно даже типа 9, ну с твоим ритмом жизни, это типа, ну я, блядь, бывает меньше. Нет, а иногда бывает, типа я вообще там могу часов 12 поспать. Ну потому что я тоже даже в зале, когда работал, я не работал рано там, допустим, часов с 3 обычно в зале работаю. Поэтому, допустим, я лег там, не знаю, в 3 часа ночи и проснулся там в час дня вообще. И там типа вот, поспал, нормально. Ну ладно, 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 ладно. Ну ладно, 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 ладно. Смысл в том, что типа я не вижу себя в профессионалах, потому что в профессионалах классик физик, а я же в классике выступаю. То есть, чтобы классик физик не выступать и быть конкурентным, ну это килограмм 10 точно мне еще набрать. А чтобы килограмм 10 набрать, ну это надо на 2 года, наверное, уйти прям в жесткий режим, при этом не работая пожарным. Тогда, может быть, еще получится что-то там набрать. Ну и чисто если генетически посмотреть, мне кажется, я не настолько прям уж идеально сложен, чтобы прям там метить куда-то там в топы, в топы среди профессионалов. Поэтому я трезво на это все смотрю. В принципе, вот этот уровень, на котором я сейчас выступаю, мне его достаточно. Вот сейчас хотелось бы съездить на чемпионат мира, ну и, конечно же, выиграть его. Ну либо там попасть хотя бы в тройку. А так, я давно уже такой думаю, ну что там это, как вы сегодня говорили, ждем. Когда там комиссары со мной придут, думаю, там уже и закончу, типа. Ну а по сути-то, если они же придут, ты же закончишь, тогда совсем застану. Не знаю, может быть, знаешь, там пройдет годик-другой, я соскучусь. И, может быть, захочется мне там сделать форму, выйти в НПС. Я еще думал о том, что как-нибудь, может быть, когда я перестану работать с пожарным, и попробовать, может, еще один сезон подготовиться, потому что побывав вот в этом идеальном режиме, я никогда же, получается, своей жизнью не пробовал. Вот, поэтому вот интересно. Пожарки, это, как знаешь, такая, типа, работа для души. Ну мне просто вот нравится, потому что реально там, если посмотреть на там общий мой доход, вот эта там пожарная зарплата, ну не знаю, там одна шестая моего дохода, и по идее я как бы могу давно уже там не работать. Но мне просто нравится, и мне нравится еще из-за того, что это, как говорят, любая смена обстановки – это отдых, типа. И вот у меня, получается, каждые три дня прям вообще конкретная смена обстановки. То есть в зале я общаюсь там с одними людьми и веду себя одним образом, а там совсем другая история, другой мир и другие люди, и другое мышление. Ну и получается, вот, постоянно вот эта смена картинки, возможно, и как раз позволяет мне не выгорать. Да, мне кажется, даже, ну в целом, ребята, которые идут МЧС работать, они не идут какого-то заработка. Это пацаны идут с четкой целью, ну типа, работать именно по этой специальности. И вот я Тему слушал сколько раз, и у меня есть пара друзей, которые тоже работают, ну там, в других городах тоже МЧС, и они все говорят, что, ну, такая работа реально для души, и они как-то свой вайп какой-то ловят, и, ну, типа, с кайфом все работают. У меня даже есть этот медаль за отвагу на пожаре. Ну, мне кажется, все равно в глубине души ты чисто гордишься собой, что ты спасаешь такой людей, столько жизни. Полезен обществу. Спасибо, спасибо тебе большое еще раз. Тебе спасибо. Это была крутая тренировка груди. Ну, на самом деле ничего особенного, но мы поработали достаточно плотненько. Да, рассказали самая основа, как, в принципе, должна строиться тренировка груди, ну, как мне кажется. И мы услышали, как, оказывается, Тёма достаточно, ну, для него это просто, он совмещает работу пожарника и соревновательного спортсмена. Плюс он тоже работал тренером очень долго, и совмещает три такие деятельности, которые очень энергозатратные, да, ну, на самом деле, ну, не просто. Да, мне люди часто пишут, что, типа, капец, мотивируемся, смотрим на тебя, потому что, блин, нам после работы впадло в зал сходить, а ты вообще форму делаешь. Да, я думаю, тут человек, помимо того, что сам делает форму, люди помогают делать форму, еще и спасает жизни. Ну, то есть, Тёма у нас такой героический спортсмен. Пишите свои комментарии, оставляйте темы до следующих роликов. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.